МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы новинной регионы. У студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня в выпуске. У память тех, кто не сустрел переможный май. На Абунецком поле прогучал звон смутку. Риэлторский бизнес с черным оттенем. Двух шахаров Могилёва подозревают у незаконной деятельности по купли-продажи кватер. Нежеканный гость у Быховских лесах. Следы червонокнижного трапежника пачали шахары вёсок Галеевка и Коротке. У память тех, кто не сустрел переможный май, на Абунецком поле прогучал звон смутку. На мемориале ровно у 4-х годины ранницы раздалась и сирена, и первое поведомление Советского Урада про войну. 76 год после, это напомин про неделю, якая мирно началась от 22-го червяня 41-го года, и якая стала початком Великой Ачиной войны. У дельницы и потраточной акции звон смутку была и наш корреспондент Олеся Рыбалк. Первые годы войны раздались от 22-го червяня 41-го. Жудостных звездок про початок беды беларусы не чекали. Напереде были 1418 долгих дён Великой Ачиной. Ушановать память загинувших под час войны перешли сюды на Абунецкое поле десятки человек. Многие были уже загадя, коли только начало светать. Калями-Мариялу с кветками, проставники Улады, Молодь и, конечно, светки тых военных падей. Первый день войны застал меня в Минске. Не знали о войне. В конце узнали. Паники не было, но все торопились куда-то. Внимание, говорит Москва. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Гэта фраза трагична гучыць для усіх беларусов, бо кожная хвилина боёв, як подлечили уже гисторики, забирала житця десяти человек. Быліся роды их і родные вось гэтых падлеткав. Почему ты сьогодні здесь? Ну, ради того, чтобы помнили о таких событиях, очень важных для народа, и таких вещах нельзя забывать. Як вядомо, червонармейцы разом з могилёвскими ополченцами стрымливали фашистов тут 23 дни. Гэта была героичная оборона. И именно віта тут, на Буйненском поле, у 41-м, перемогу мая 45-го, убачу Константин Симонов. Молоджёжь нашого регіона, которая выступила с этой инициативой, для них, наверное, это тоже такой маленький подвиг в 4 часа утра прийти на это поле и склонить голову перед памятью погибших до Великой Отечественной войны. Еще пять год тому в Могилёвской области было некольки тысяч удельников войны. Зараз их осталось крыху больше за 500 человек. Заховать их подвиг у сердцах – наш соправдный обовязок. И звон смутку доказывает, что Могилёвская молодь ведая и памятая про историю. Олесь Рыбалка, Виталь Вопсю, Новин Региона. Останки 22 червонармейцев, які загинули в 41-м годе, знайдены в Быховским и Чавовским районах. Активисты гисторико-патриэкторичного клуба «Викру» разом со специализованным батальоном Министерства обороны Беларуси распочали вахту памяти, где велисья серьезные бои. Знайдены два медальоны, один довелося прошитать. Некальки пошуковых групп працуют одночасово у вёсках Быховского и Чавовского районов. Выник работы двух дён, знайдены останки 22 воинов и два медальоны. Один прочитали, шутал Иван Кирилович Запорожской области Куйбышевского района. По архивах он згинул без весток. Долгие годы после войны его разыскивала мать Мария Фёдоровна Шутова. Старожил вёский лисичник Лизавета Илларионуна узгадывая, у 1941-м тут ховали загинувших солдат. Два кажа лежать у ЯЕ на огороде. Правда, показать место долго не сгажалося. Один лежит туда водой. Закапали мой дед и пимах. Закапали туда трошку. На нашем огороде, да, дальше. Один под прясом тут от улицы. Так а почему вы их отдавать не хотите, солдат, чтобы в братскую могилу их похоронили? Зачем вам тут могилка на огороде? Да, пожалуйста, берите, что я пришёл. Вот это вам надо глядеть. Недавно дочка Лизаветы Иларионовны знайшла на огороде медальон, а вось останков тут нема. Пошуки протягнутся. У этом районе вялуба и первое формирование 137-й Горковской стрелковой дивизии. Небольшие подразделения, там около полутора-двух тысяч, которые из 15 тысяч состава, которые смогли вырваться из окружения, они вот остальные, эти тысячи, остались здесь. Дякуюча вахте памяти, перезахованы у братские могилы останки больше за 900 солдат. Установлены имену 70 червоноармейцев. А по архивах больше 16 тысяч. Алена Мельшанкова, Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Галовный приоритет инвестициям и в первую очередь замежным. Про то, как створить приятный инвестиционный климат на территории Могилёвщины явилась оговорка на выездной сессии Могилёвского областного совета депутатов. Газосиликат «Буд» – первый в программе с десяток годов на территории в области, забеспечивая працей 300 человек. 95% продукции продают за мяжу. А это в свою чергу валюта от продажи в республику и немалые податки у бюджет Могилёвщины. Хочу построить еще одно предприятие по переработке газа, по смешиванию газов. Там появятся, конечно, дополнительные рабочие места, там появятся дополнительные налоги. Это будут, пойдут в районы в область дополнительные инвестиции. Инвестиционным и новоциальным проектом «Зелёное светло». Наприклад, на предприемстве «Чизмастер» по вытворчестве рыбной продукции монтируют новую линию по выработке шпрота у Тубе, аналогу у республицы Няма. Мы планируем выпустить где-то 38 процентов. Это уже полностью окупит этот проект в течение первого года. А все остальные, уже выход на остальные проценты, это уже сугубить прибыль предприятия. От прибыли всегда идет уплата налогов. Это дополнительные заработки нам и государству. Лето сюрреальный сектор экономики в области поступило за межных инвестиций на сумму больше за 240 миллионов долларов США. Именно вита-потрымка малого и среднего предприемальництва допомагают гэтые лечбы повысить. Вообще любая предпринимательская деятельность она выгодна стране, где живет предприниматель, и городу, где он живет. Все неосновные сферы для протягнения инвесторов гэта сельская господарка, гандаль, будовництва и, конечно, промысловость. А подобные предприемства реально махчимысь росту экономики отзначили на сессии. Мы показали только несколько предприятий, причем мы показали предприятия, которые уже прошли определенный путь становления, которые прошли путь развития. И мы показали их с той целью, чтобы могли представители власти и представители депутатского корпуса убедиться, что в Республике Беларусь созданы условия для развития малых предприятий, для становления малых предприятий. Будут определены основные задачи на ближайшую перспективу, потому что все мы понимаем, что привлечение инвестиций – это один из индикаторов развития экономики нашей области. Рост объема в вытворчестве, повелешение выручки, нарушение экспортных поставок – в уголе упор на экономичную эффективность. Подсумовали на выездной сессии областного совета депутатов. Катярина Городницкая, Александр Тарасов, Новины Региона. Старшиня Белтелерадиокампании Геннадзь Давыдька сустрелся в областном центре с выкладчиками Мигилевского державного университета имя Аркадия Куляшова, а так само с представниками улады и идеологами. У центра уваги новый телевизийный сезон Белтелерадиокампании, и он будет наполнен историческими документальными музычными программами и новыми реалити-шоу. А кроме поляпшения якости контенту, переходу на авиашчане УАЖД без премьер не застанется ни один с семи телеканалов компании. Ставка будет сделана на популяризацию семейных каштонностей у талентов из регионов, выдать у эфир телевизийные викторыны с прозами и целый россыпь документальных исторических проектов. Меня очень порадовало, что те люди, с которыми я встречался, они смотрят белорусское телевидение, знают многие проекты, они понаслышке, и они нуждаются в нашей работе. Вот эта обратная связь, она очень дорогого стоит. Подвести выники працы за пять годов и обмерковать планы на будущую пятигодку у Могилёвы прошла конференция с правоздача Могилёвского областного громадского объединения «Белая Русь». На сегодняшний момент это самое бойное громадское объединение краины, только у Могилёвской области и членами изъявляются больше за 20 тысяч человек. За прошлые пять годов у их активе десятки доброчинных справ. Умничать численность, значимость своей организации для того, чтобы мы воспринимались как та политическая сила, которая нужна для того, чтобы обеспечить стабильность в обществе, чтобы мы нацеливали наше общество, гражданское общество, прежде всего, на развитие, чтобы та намеченная государственная программа развития нашей республики, чтобы действительно стала наша республика сильной, процветающей. Двух же Хароу Могилёва 60 и 38 годов подозревают у незаконной деянности по купле-продаже кватер. Зараз иные под следствием их обвинувачивают у махлярствия. По слову правоохонникам, обвинуваченные на протягу 8 год знаходили громадян и кевяли, а социальные ладжетя, они где не працевали, имели запазыку по коммунальных платежах. Уваходили до их удовер и пропоновали им погасить долг. А потом и вогули поменять свою кватеру на жилье меньшей площадей за межами Могилёва шестяком у сельской мясовости. А кроме переезда на новое место жихарства, уладальникам кватер обяцали грошовые сродки у суммы от 1000 до 6000 долларов США. Як яны казали, на новое житё без проблем. У обмен громадяни повинны были подписать довер на свое могилёвское жилье. Те сгаджалися, а вот махляры своих обяцанев не выконывали. Яны перепродавали кватеры подманутых могилёвчан, а гроши забирали сабе. Есть основания полагать, что таким образом за период с 2009 по 2017 год было продано более 25 квартир. По предварительной оценке сумма незаконно полученного дохода составила 140 тысяч рублей. В ходе обыска в квартире, где проживал один из подозреваемых, было обнаружено изъято 36 тысяч долларов США. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения по стражу проводится расследование. Непоразумения помеж инвесторам и жахарами вёсок Галеевка и Короткие Быховского района больше не иснуе. Нагадаем, спрышка узникла с заузбережа Чигиринского водосховища. Чигиринское водосховище популярное место от пачинку. Пляж неподалёк от вёсок Галеевка и Короткие Быховского района инвестор вырышил добро упорадковать. Мясцовые жахары узварушилися. Это единственное место вот это, которое имеет доступ к воде. Вы его сейчас под контроль взяли. По словах инвестора, жахары вырышили, мауляу за пляж треба будет платить. Бой заявился шлагбаум для обеспеки руху. Чтобы запретить проезд транзитного транзитного проезда автомобилей. Потому что всё-таки это зона отдыха. Мы оккультурили показали, что может и у нас быть всё красиво и достойно. Всё это посещение данной территории бесплатно. Лежаки, если надо, в аренду брать временно. Это платная услуга. Это всё говорено было изначально, но они не хотят слушать. Изначально было говорено в инвестиционном проекте. Не только жители этой деревни и те, кто с озера приплывёт. А он действительно один, наверное, единственный пока обустроенный пляж здесь и те, кто местный. Это всё бесплатно. Вогули относно пляжу питания больше не было. Просили отремонтовать частку дороги, от якой шмат пылу. Вот от леса до сих пор просыпать хоть немножко, чтобы живу 25 метров от этой дороги. Вы представляете, чем я дышу? Эта пыль, посмотрите, каким образом кусок, чуть-чуть его подщебинить, для того, чтобы избежать этой пыли. Остатние питания, что вздымали на сходе вязковцы, тычились и компетенции сельсовета. Татьяна Сергеевичек, Александр Артемьев, Новины региона. И снова довёз к Галеевке и Коротке. У местовых лесах зеюся медведь. Следы звера от шруна книжника бачили жахары отповедных вёсок. Подробенности у наступном сюжете. Медведь для белорусских лесов редкий вид живёл. Жахары вёсок Галеюка и Коротке напужны зеуленьем трапежника. Два медвежонка тоже его, тоже они сидят на дереве, мы тоже фотографировали. Поэтому как-то надо решить вопрос, чтобы его отогнать. А правду фото с дымкой никто не показал. Приходится верить, все кажут на слово. 300 метров за домом по дороге следы. Если встанешь и нога, это самое становится у медвежьей следы. Постоянно в лес ходим, нигде не было. А вот в этом году я видела следы. Будем обращаться в лесход, чтобы как-то найти, во-первых, место, ну, так скажем, жительства, берлогу его. Здесь грибные места, и по ягодам люди очень много. Здесь людей ходят по лесу, поэтому это проблема. У областным леса господаршим обеднаний подтвердили факт наявности мять видео. Кажут, на спячку яны залягают у Кличовским районе. У быховских лесах берлогу никто пакуль не бачил. Меж тым, мясовым же хорам лесники раять по грибы и ягоды не ходить по одному. Свер боится любых гуков. Татьяна Сергейчук Александр Артемьев Новины региона Яшчэ больш цікавых новин глядзіця на нашым сайці tvrmahilow.byu. На этом я с вами развітуюся. Дякую вам за увагу і до састрэчы у эфіра. Дякую.